БУЛГАКОВСКИЙ МАСТЕР Программа «Арт-интервью» и сегодня у меня в гостях настоящий мастер Александр Галибин. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно. Здрасте! Вы в этом году возглавляете жюри «Короткого метра». Расскажите, по каким критериям будете отбирать работу и вообще как оценивать? Мне кажется, что «Короткий метр» это вообще такая непростая программа и довольно непростая наша задача, потому что «Короткий метр» это блиц и на сегодня «Короткий метр» как мне кажется начинает завоевывать такие довольно серьезные свои позиции, потому что «Короткий метр» это такое желание высказаться очень в коротком формате, очень емко и очень точно. И, наверное, исходя из этой точки зрения мы будем смотреть картины и их как-то оценивать. Хотя, вы знаете, довольно сложно всегда оценивать коллег, оценивать талант, потому что это же у каждого свой взгляд. И тут нужно быть очень осторожным, мне кажется, очень осторожным по отношению к тому, что ты видишь. И в этом надо, мне кажется, так серьезно разбираться. Это не просто взял, вот это хорошо, это плохо, это талантливо, это неталантливо. То есть такая случайно брошенная фраза, она может быть неверной по отношению к тому, что ты видишь. Поэтому, мне кажется, нужно быть тщательным в этом взгляном взгляде, потому что любое высказывание – это взгляд на мир, тем более «Короткий метр» такой, блиц на мир. И это связано с личностью, с человеком, который это делает. Мне это очень интересно, я с удовольствием приму участие в этом конкурсе. Как вы считаете, какие темы сейчас актуальны и волнуют современных режиссеров? Ну, вы знаете, вообще, честно говоря, тема человека, его присутствие в мире, его взгляд на мир, его мироощущения, они всегда были важны во все времена. Мне кажется, что и вот это исследование человека, исследование его души, исследование его мира, и его взаимодействие с этим миром, и его взгляд на мир, они, конечно, интересны. И мы будем это учитывать тоже. Ну, зачастую у кинокритики говорят, что сейчас личность выходит на первый план. Ну да, это правда, да. На кинематолог. Ну, это правда. Мне кажется, что это очень важно, потому что очень долгое время такое отсутствие, знаете, человека, отсутствие его как личности, отсутствие его как героя, вот я это ощущал очень сильно в театре. Потом вот стал понимать, что в кино тоже это такая дыра большая. И сегодня, мне кажется, что вот такое возвращение к человеку, к его взгляду, к миру его, взгляду на мир, оно очень важно и необходимо сегодня. Я знаю, что совсем недавно у вас в Башкирии проходили съемки. Расскажите подробнее. Ну, они еще, знаете, не закончены, потому что это повесть, за основу взята повесть Мустая Карима, радость нашего дома. И вот при содействии Министерства культуры Российской Федерации и фонда Мустая Карима, в общем, нам удалось приехать в Уфу. Это не в саму Уфу, это 200 километров от Уфы. Была там построена деревня, потому что уже сейчас таких, ну, практически мест невозможно найти, где ты можешь снимать так, как ты хочешь, и то, что ты хочешь, исходя из того материала, который у тебя есть. И была построена деревня со своим бытом, со своими дорогами, со своей инфраструктурой. Были привезены старые дома, и, в общем, это было реставрировано все с наличниками, ну, начиная там от шпингалетов и заканчивая там, я не знаю, серьезными вещами украшения там окна, наличники. Вот, и, конечно, интерьеры нам помогали воссоздать, восстановить. Очень много было задействовано музеев и частных коллекций. Это было связано и с костюмами, потому что картина еще, помимо прочего, связана с этнографией. Это 45-й год, вот, и была такая большая, интересная, серьезная работа. Это картина, в общем, о девочке, о девочке с Украины, которая волей судьбы попадает вот в Башкирию, в Башкирскую деревню. Девочка, которая прошла весь этот ужас войны, у нее расстреляли всех, всю семью. Ну, не буду рассказывать весь сюжет, но вот она попадает в эту Башкирскую деревню, и она не знает языка. Конечно, она находится в жуткой совершенно трагедии. И вот такое восстановление девочки, личности, ее взаимоотношения с другими, с языком, наконец, с этническими какими-то зданиями, с культурой этнической, с новой. Но при этом это очень добрая и такая легкая, нельзя сказать, но это очень добрая и открытая картина. Потому что речь идет, прежде всего, о детях, о их взаимоотношениях. Это такое мое продолжение темы. Вот, я снял картину, которая называется «Золотая рыбка». И это продолжение просто вот этой детской темы, дружбы, семьи, что такое любовь, что такое дом. И все это связано с детьми. Мне это очень нравится, и я рад, что у меня была такая возможность с этим еще раз соприкоснуться. И у нас еще зимний период, мы еще будем снимать зимой немножко, а потом уже будем до конца монтировать картину. Мне не очень интересно, когда стреляют, убивают, когда ругаются, когда такой конфликт на уровне «ты дурак, ты сам дурак». Мне интересно какая-то, ну, как говорил Константин Сергеевич, Станиславский – жизнь человеческого духа. И самое сложное и самое простое – это обратиться к детям, потому что они никогда не фальшивят. Они такие, какие они есть, им не надо ничего играть. Они абсолютно открыты, и в этом есть и сложность работы с ними, именно потому что они не могут играть. Они могут быть такими, какие есть. И мы очень долго искали и девочку, и мальчика, потому что там два героя, и второго героя очень долго искали. И потом такое участие огромное принимали. В Башкирии помощники наши делали очень огромный кастинг. Кастинг был не только в Уфе, кастинг был по областям, по каким-то деревням, по маленьким каким-то аулам. И вот в результате этой работы мы нашли героя, ну, и посмотрим, что дальше получится. В целом, ваше впечатление о Башкирии? Да, это прекрасная страна со своей культурой. Понятно, что это часть, неотъемлемая часть России, и они очень близки нам и с нами, и ужасно доброжелательны, и открыты. Ну, это со своей культурой, со своим языком. Язык очень поэтичный, очень необычный, очень мелодичный и такой глубокий. И вообще картина будет на башкирском языке, с какими-то элементами русского, скажем так. И в этом тоже был интерес и сложность, потому что нужно было найти носителей языка, детей, которые говорят по-русски так же, как по-башкирски. И мы нашли таких детей. В общем, актеры национального театра нам помогали. Помогали специалисты на площадке. Был всегда человек, который следил за речью, был всегда человек, который следил за костюмом, за бытом, за правильностью постановки, как бы внутри кадра, за вторым планом. То есть была такая большая, интересная творческая работа, которая мне нравится. Вообще, действительно, детский кинематограф с уходом Бролана Быкова, он как-то стал гаснуть и потерял очень много. И вот этот человек, который делал для детского кино столько, что сложно себе даже представить. Мы, ну, я знаю, но очень многие не знают, сколько находилось под, значит, под океаном, под водой того, что он делал. Не на поверхности, а то, что он делал под водой. И все картины, которые он снял, я считаю, они выдающиеся все. Просто все. И они связаны с миром ребенка. Мир ребенка – это такой же мир, как мир взрослого человека, только другими глазами. Мир ребенка – это такой же мир, о котором можно говорить, о котором можно писать, о котором можно снимать. Мир, который настолько глубок, что мы иногда даже не подозреваем, ставя какие-то преграды маленькому человеку, что мы его травмируем. Поэтому мне это интересно. И я буду и дальше с этим работать. Тут надо быть очень осторожным, очень тонким в работе с ребенком, потому что нельзя манипулировать его миром. Понимаете? И мне бы хотелось, чтобы этот мир, вот в жизни духа, как я сказал, пусть это так немножко звучит пафосно, но меня это не очень пугает, чтобы он на экране был напрямую. То есть, чтобы ребенок был открыт на мир. И вот это самое главное. Потому что взрослого человека открыть на мир непросто. И иногда даже практически задача невозможная. Ну, и очень немногим это удавалось делать, скажем, в режиссуре. Вот. Поэтому... Ну, вы знаете, я вам скажу картину, которая произвела на меня сильнейшее впечатление. Скажу. Это трюфо «400 ударов», которую я пересмотрел буквально недавно. И я увидел, сколько из этой картины надергано. А эта картина там начала 60-х годов. Вообще 59-го года. 59-61 год где-то. Представляете, сколько времени прошло. А я посмотрел, как будто это вот дыхание сегодняшнего дня. Актуальность. Не, не актуальность. Дыхание сегодняшнего дня. Она дышит сегодняшним днем. Это снимал гений. И понятно, что хочется, чтобы что-то после тебя оставалось. Чтобы люди, которые будут смотреть «Золотую рыбку», дай бог, если это получится, там спустя те же 40 лет, сказали бы какие-то хорошие слова в адрес тех, кто ее делал. Или картину «Радость нашего дома». Вот и все. Для вас никогда не было такого, скажем так, переломного момента? Я нормальный человек. Конечно, было много и страшно было. Я как-то старался идти. Я как-то старался двигаться всегда вперед. Как мне казалось. Не знаю, что это казалось так окружающим. Но мне казалось, что я для себя делал какие-то шаги, которые были нужны мне. Были ли в профессии разочарования? У меня нет. Никогда. Я никогда не разочаровывался в своей профессии, никогда ни в актерской, ни в режиссерской. Я всегда отдавался, отдаюсь и живу вот здесь, сейчас. И с вами разговариваю, тоже живу здесь, сейчас. И пытаюсь быть максимально открытым. Ну что ж, спасибо огромное за эту открытость. И надеюсь, что действительно очень многим людям эти работы понравятся, и они оставят какой-то след. Может быть, о чем-то задумаются люди в своей жизни. Ну да, поплачут, может быть, и слеза скупая омоет что-нибудь в их душе. Это была программа «Арт-интервью». Оставайтесь с нами на телеканале Кубань-24.